И снова здравствуйте дорогие подписчики. Спасибо, что остаетесь с нами и поддерживаете наш канал лайками и комментариями. Лукашенко нагибает всю вертикаль власти, чтобы запрячь в эту его утопию всю страну. Пришло время подводить итоги первого полугодия экономики Беларуси. Главная характеристика поведения властей – поза страуса. Только голова не в песок, а в дурно пахнущую кучу политической целесообразности, очковтирательства и номенклатурной сиюминутности. В январе-июне 2020 года продолжался игнор науки экономика. Правительство предпочло закрыть глаза за десятки тревожных показателей, кризисных индикаторов, чтобы только не спугнуть и без того провальную пятую пятилетку. Несмотря на падение ВВП в 1,7%, Совмин до сих пор не изменил годовой показатель роста 2,8%. В первом полугодии 2020 года должно было быть плюс 1,6% ВВП. С учетом тенденций этого года внутри страны, с учетом внешних факторов, все более реалистичным выглядит прогноз сокращения ВВП Беларуси в долларовом выражении. В этом году по сравнению с 2019 годом почти на 10 миллиардов долларов. Производительность труда по году должна была вырасти на 2,6%, а за первое полугодие на 1,7%. С января по мае 2020 года получилось минус 1,6%. По итогам года она будет находиться в пределах от 10 до 12 тысяч долларов. Топтание на месте на протяжении как минимум последней декады. Этот показатель в 4-7 раз хуже, чем не в самых богатых странах Европы. Экспорт товаров и услуг за 2020 год должен был увеличиться на 3,6%, в первом полугодии на 2,2%. По факту с января по мае 2020 года оказалось минус 17,4%, а падение по экспорту товаров составило обвальные 21,2%. Для малой открытой экономики это мощнейший удар под дых. В 2019 году экспорт товаров составил 32 миллиарда долларов. В 2020 году он грозит обвалиться на 8-10 миллиардов долларов. Естественно, что такие показатели обвалили поступление в бюджет. Ситуация во второй половине 2020 года будет существенно хуже, чем в первой. По сравнению с 2019 годом бюджет органов госуправления не доберет от 6 до 8 миллиардов долларов. Зря плата, о которой так часто говорил Александр Лукашенко, и которую грозился отменить новый премьер-министр, продолжала оставаться нормой политики доходов. По плану на 2020 год реальные располагаемые денежные доходы населения должны были вырасти на 2,4%, а в первом полугодии на 1,3%. По факту с января по мае получилось плюс 5,4%, то есть с опережением более чем в 4 раза. Чего только не сделаешь для сохранения иллюзии стабильности и пропаганды правильности выбранного пути. Если производительность труда уходит в минус на 1,6%, а номинальная зарплата стремительно растет на 13,2%, реальная на 7,9%, то правительство 1. Рассчитывает на бурный рост производительности до конца года. 2. Восстановление экспорта. 3. Повышение рентабельности и чистой прибыли. 4. Приток инвестиций. 5. Резкое улучшение системы управления издержками и бизнес-процессами в целом. Это если подходить к совмину администрации президента серьезно, полагая, что там сидят профессионалы своего дела. Если принимать за чистую монету прогнозы и задачи, которые были утверждены в официальных документах. На самом деле вертикаль власти в первом полугодии работала как предвыборный штаб Александра Лукашенко. Все ее действия и решения подчинялись логике политической кампании, а не требованиям экономических законов. После 9 августа логика не изменится, уровень знаний не повысится, ответственности в управлении, уважения к науке больше не станет. К дополнению к углубляющимся рецессии обострятся проблемы глубокого кассового разрыва в бюджете органов госуправления, дефицита оборотки у предприятия, дыр в виде плохих активов у банка. Нет оснований рассчитывать на восстановление экспорта и хотя бы сохранение внутреннего спроса на уровне начала 2020 года. Будет хуже, беднее, больнее, злее и беспросветнее. Это если Александр Лукашенко будет делать то, что обещает в эту предвыборную кампанию. Концентрировать усилия и капитал всей страны на улучшении советской модели Совок Госплан. Деньги, вернее их острый дефицит заставляет его согласиться на весьма непопулярные меры для президента с задуманной им поддержкой. В 78-80% избирателей. Эта мифологема грозит быстро рассосаться, когда зарплаты и пенсии вынуждены будут срезаны, когда ЖКУ, транспорт, продакцизные товары и электроэнергия подорожают, а цены в реальной жизни, они в расчетах инфляции от Белстата вырастут более чем на 12-15%. Когда белорусский рубль скинет с себя как минимум 30% покупательской способности первой половины 2020 года, когда государственные предприятия выстроятся в очередь не меньше той, что была в ЦИК, для подачи жалоб от незарегистрированных кандидатов за дотациями, субсидиями, индульгенциями на прощение долгов. А долгов этих с января по май 2020 года стало существенно больше. На 1 июня 2020 года суммарные долги предприятий, кредиты и кредиторская задолженность составили 145 миллиардов белорусских рублей. Это на 9,7% больше, чем было в начале года, но почти в три раза больше, чем в начале 2014 года. Такой объем долга за неполное первое полугодие уже превышает спрогнозированный годовой ВВП. Не факт, что он будет в объеме 143 миллиарда белорусских рублей, потому что за первое полугодие он составил только 66 миллиардов белорусских рублей. С января по май 2020 года убыточными были 21,1% всех коммерческих организаций. Объем убытков составил 4 миллиарда белорусских рублей, что в шесть раз больше, чем в 2019 году. Количество убыточных организаций 1434 единицы. Чистая прибыль всей экономики с января по май 2020 года составила мизерные полтора миллиарда белорусских рублей, что в 3,8 раза меньше, чем было за аналогичный период 2019 года. Как с такой прибылью можно рассчитываться по долгам, погашать кредиты, которые накопились на 88 миллиардов белорусских рублей, что на 13,2% больше, чем было на начало 2020 года. Даже объем просроченных долгов по кредитам оказался на почти 80% больше чистой прибыли. С учетом того, какие огромные суммы предприятий отвлекают на погашение кредитов по промышленности, это 40%. Надежды на улучшение ситуации до конца 2020 года нет. Это если смотреть на белорусскую экономику реалистично, оценивать ее языком цифр и фактов. Но Александр Лукашенко недавно выдал очередной перл, который позволяет расширить наше понимание о том, как он сам видит национальную экономику и ее проблемы. Любой процесс – это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими. Процесс совершенствования модели совок госплан начался 26 лет назад. По качеству управления, конкурентноспособности, эффективности использования капитала, темпам роста. Доходов и месту в мировой экономике Беларусь не опередила своих региональных, не говоря уже о мировых конкурентов. ВВП страны в 2010 году в долларовом выражении был больше, чем будет в 2020 году. Это результат? Процесс модернизации крупных и средних белорусских промышленных предприятий, более тысячи, начался более 20 лет назад. Было освоено от 45 до 50 миллиардов долларов. Но живых денег у совковой промышленности днем с огнем не сыщешь. Это результат? Процесс модернизации сельского хозяйства начался более 20 лет назад. И все равно под 60 процентов всех сельхозорганизаций, это такой ребрендинг колхозно-совхозной системы, без господдержки убыточны. Это результат? Процесс диверсификации экономики, привлечения прямых иностранных инвестиций начался более 20 лет назад. Доля Беларуси в мировой экономике была и остается на уровне 0,07%. Доля экспорта 0,15%. Доля накопленных прямых иностранных инвестиций Беларуси в мире по итогам 2019 года составила 0,04%. А по исходящим количество нулей после запятой до первой цифры даже считать неприлично. Это результат? Процесс борьбы с коррупцией в Беларуси начался в первой половине 90-х годов. Тогда это социально-экономического управленческого зла было меньше. Это результат? Александр Лукашенко запустил много разных процессов. Если считать это результатом, то в Беларуси есть та страна, о которой говорят по зомби-ТВ и в советской Беларуси. Если же ориентироваться на конкретный результат в виде темпов роста экономики, уровня производительности труда, доходов населения, конкурентоспособности бизнеса, качества государственного и корпоративного управления, то экономика Беларуси 2020 – это закономерный итог применения модели Совок Госплан к жизни людей в 21 веке. Если, как утверждал Александр Лукашенко, наша реформа – это совершенствование того, что есть. Мы должны развивать те производства, на базе которых существует Беларусь. То плохи наши дела. Даже премьер-министр Головченко признал, что МТЗ лучше построить с нуля на новом месте, чем пытаться модернизировать старье. Невозможно модернизировать то, что замордовано бездарным управлением и времени. Старые технологии, добитое оборудование, никакущий маркетинг, разрушительная мотивация распорядителя чужого и так далее. Александр Лукашенко пытается остановить время. Он напрягает, нагибает всю вертикаль власти, чтобы запрячь в эту его утопию всю страну. Он действует по принципу «кто не со мной, тот враг». Он принимает решения так, как будто вся экономика – это единая сильная централизованная ЗАО Беларусь. Что он и есть хозяин всей страны, его окружение. Кто от страха, кто за выгоду от монетизации своего статуса, члена ближнего круга, лебезят, присмыкаются и очковтирают хозяину, подтакивая ему и говорят исключительно то, что он хочет услышать. Вот и получается главный парадокс всеохватывающей власти Александра Лукашенко. Он постоянно твердит, что главное в Беларуси экономика, но при этом сам со своей вертикалью загоняет осиновый кол в ее ослабеющее тело. Он сам поджигает фитиль пушки на пресловутой авроре, которая прямой наводкой расстреливает источники роста и развития страны. Итоги развития экономики в первом полугодии еще не раз подтверждают этот вывод. Относительно стабильные спокойные времена заканчиваются. Много воды утечет, пока Беларусь не вернется к тому, что мы имели и не ценили с января по июнь 2020 года. Ну что, на этом все. Желаю вам удачи и до новых встреч на нашем канале. Ждем ваших комментариев. Всем пока!